А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. С 5 по 12 декабря в Люберецкую полицию поступило около 2000 обращений от жителей. За отчетный период зарегистрировано 21 преступление. На территории обслуживания ведомства совершен грабеж, угон транспортного средства, 5 краж и одно самоубийство. Работаем в усиленном режиме, готовимся к новогодним праздникам. Создаются резервы, усиления. За неделю в городском округе Люберцы произошло 7 пожаров. В результате происшествия никто не пострадал. Вред причинен только имуществу граждан. Вчера в силу Люберецкого гарнизона оказывали помощь соседнему гарнизону Балашихинскому по пожару в торговом центре строительных материалов. На минувшую неделю управляющие подрядные организации проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этого было привлечено 119 единиц спецтехники и более тысячи сотрудников. На прошлой неделе в связи с погодными условиями после продолжительных снегопадов произошло резкое потепление и выпали осадки в виде дождя, что привело к обледенению твердых покрытий и затоплению дворовых и общественных территорий. Все службы были переведены в усиленный режим работы. Проводились работы по обработке входных групп, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек противогололедными материалами. О том, как устраняли последствия непогоды, рассказали и представители дорожного хозяйства. В проделанной работе отчитались также сотрудники управления ЖКХ территориальной политики социальных коммуникаций. В конце совещания Владимир Волков поздравил Люберецких фехтовальщиц и их тренер с победой на первенстве России.